Продолжение следует... Хотя эксперты сторон еще в мае выработали механизм решения этой проблемы, но по политическим мотивам молдавская страна отказывается имплементировать ту модель, которая позволила бы минимизировать издержки по импорту лекарственных препаратов в Приднестровье. И вот ситуация усугубляется, сейчас зимний период, тоже необходимы лекарственные препараты, повышающие иммунитет для борьбы с простудой, гриппом и так далее. И вот здесь тоже есть определенная нехватка препаратов, в том числе вызванная теми ограничениями импорта, которые создала молдавская сторона. Приднестровье направило письмо в Молдову. В нем Кишиневу предлагают ускорить и упростить импорт лекарств в нашу республику. Сейчас и в Приднестровье, и в Молдове не хватает противовирусных. Люди ищут в аптеках российские лекарства, а их не пропускают. Мы все стали свидетелями выступления руководителя агентства по лекарствам Молдовы ГУЦУ, который заявил о том, что в Молдове ожидается повышение стоимости лекарств. Вообще большие проблемы есть, есть излишняя забюрократизированность, административные барьеры, которые мешают регистрации новых препаратов. А это как раз то, о чем мы говорим на протяжении уже более года. Это как раз те ограничения, те административные бюрократические барьеры, которые не дают, не дают, не позволяют нам решать вопросы импорта лекарств без ограничения. Поэтому, по сути, фактически молдавская сторона самообличила себя, признавшись в том, что у них система регистрации лекарств и так далее далеко не совершенна, стоимость лекарств завышена. И это, конечно, все негативно отражается на интересы граждан Приднестровья. МИД Приднестровья отправил обращение и участникам формата 5 плюс 2. Стороны будут обсуждать эту проблему лекарств и на встрече экспертных рабочих групп по здравоохранению. Она запланирована на 7 февраля.